уважаемые любители моих книг о фотографии и небольших роликов о технологии съемки сегодня хочу рассказать о том что вызывает регулярно интерес учитать но о том как я снимаю натюрморт это довольно сложно и волокитное дело поскольку требует большой подготовки и специального некоторого оборудования но под специальным оборудованием я подразумеваю очень простые вещи ну например стол отдельный возможность менять фоны потому что это существенный момент в этой во всей истории кроме этого я считаю что необходимо света много и управляем но в первую очередь это парочка софтбоксов больших которые дают заливочный свет и много маленьких источников света которым можно создавать необходимые акценты но самое главное это собственно говоря предметы которые вы снимаете и осмысленность цели которые вы ставите перед собой при создании этих сюжетов у меня было много таких опытов но один закончился даст даже так скажем материализовался это календарь 2014 года вот обложку которого вы видите на экране этот календарь был посвящен двадцатому веку он так и назывался внутреннее название было двадцатый век хотя поскольку там в основном двадцатый век был отражен в небольших натюрмортах с рюмочками и с разной выпивкой исторической он сказать назывался интеграция сознания ну понятно что сознание лучше всего интегрируется после первых 100 грамм тут уже всеобщее равенство и счастье наступает но цель календаря была такая чтобы показать весь двадцатый век но по каждому десятилетию но чуть почаще семи предметами которые бытовали в тот момент то есть чем люди пользовались что было поэтому там первые снимки посвящены там конфеткам с конфетками ландринками знаменитыми с специфическими винами от смирнова ну и так далее то есть оригинальными ну и дальше по мере прохождения века эти картинки менялись включая и военный период то есть вот это вот попытка отразить время в таких натюрмортах может быть удалось может быть нет это не мне судить но самое главное во всех этих натюрмортах это построение кадра то здесь нужно конечно использовать специальную технику простой камеры у которой есть объектив и матрица или пленка снимать это очень сложно почему потому что предметы располагаются на разным расстоянием от камеры и кто что-то выходит с фокуса что-то нет например используя наклоны можно создать абсолютную резкость везде независимо от расстояния до предмета и наоборот размыть изображение как угол но главное это то что в кадре и что вы собственно говоря хотите сказать человечеству может быть он без вашего сказания вообще может обойтись иногда это бывает что лучше промолчать но если уж вы занялись этим мероприятием то но посмотрите несколько таких классических случаев когда управление плоскостями резкостями или цветовыми акцентами может помочь но вот в данном случае у меня бутылочка перцовки найдены при ремонте квартиры под полу в одного из на моих знакомых использована в натюрмортике она хорошо сохранилась поскольку лежала в темноте и вот натюрморт вроде бы очень прилично отражающий эпоху как раз употребления зубровок и перцовок но помидорчик порт все дело слишком отвлекает внимание но и поскольку все наших силах помидорчик бы выкинут и композиция вошла в календарь четырнадцатого года вот посмотрите что получилось это же самое с плоскостями резкости и глубиной резкости которые надо активно работать за счет уклонов передней стенки или задней стенки камеры и диафрагмы вот данном случае ликер шартрес по которой по требованию нашего руководства страны был введен в обиход советских жителей зелененький такой симпатичный и бутылочки в оригинальной спирт промо которая лежит стоит рядом с тогдашними привычными аксессуарами то есть и коркой и всем остальным проблема заключается в том что сзади стоит десятка до 61 года которая ходила в обращении это десяточка практически резко видна и композиция в общем-то рассыпается для того чтобы ее сбить то есть создать цельность впечатления был использован наклоны как раз стенок камеры и открывание диафрагмы иногда для этого требуется даже специальные объективы вот как хайда например вот у меня стоит латунный большой или просто linux имеется ввиду перископ или а план от тогда удается добыть добиться особого размытия особого впечатления пока не попробуешь ничего не поймешь рассуждать бесполезно надо пробовать в результате получился снимок совсем другой акцент на рюмки зелененьким шартрезом и задний план создает то настроение которое я искал в этом снимке вот примерно так строится эти изображения примерно так создаются натюрморты осмысленные которые привлекают внимание не только зрителей но и те кто их создает всегда же интересно сделать что-то интересное что-то такое любопытное привлекать попробуйте свои силы но для того чтобы все-таки не начинать не с пустого места посмотрите те снимки которые вошли в календарь 14 года ну и те которые по тем или иным причинам не вошли до приятного просмотра и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok